9 часов 10 минут в Беларуси. Это только шоу-будни. Здесь в этой студии, традиционно во второй части нашей программы, будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит у нас в Беларуси и за ее пределами. Напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть уже ссылочка для видеотрансляции, идет стрим, поэтому обязательно переходите по ссылке, присоединяйтесь к нам, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. Ну и, конечно же, напоминаю, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителя Национального Собрания Республики Беларусь Дмитрий Шевцов. Доброе утро, Дмитрий Геннадьевич. Доброе-доброе утро. Ну что ж, рады видеть вас в этой студии. Вижу, что на данном этапе активно очень работаете, ваша работа видна. И, конечно же, вот сейчас на данном этапе поговорим чуть позже о том, как и с последствиями непогоды Беларусь борется. Вижу, что вы тоже проводите какие-то мероприятия, очень важно. Но начнем с темы, которая, конечно же, касается, наверное, глобального такого стратегического и развития нашей страны. И, в принципе, как-то, знаете, оценки нашей страны в международном сообществе. Это, конечно же, предложение без визит для граждан 35 европейских государств при въезде через автодорожные и железнодорожные пункты пропуска, который поддержал президент нашей страны Александр Лукашенко. Все это на фоне запретов сопредельных стран. Поговорим об этом чуточку позже. Но вот само вот такое предложение и поддержка президентом нашей страны, что означает? Потому что все-таки 35 европейских государств это серьезная цифра. Знаете, это очень хороший щелчок по носу нашим недоброжелателям. Вот я вчера в комментариях как раз таки написал. Это наш ответ Чимберлену. Понимаете, когда они закрываются железным занавесом, да, но это абсурд, абсурднейший. Мы уже видели, как Советский Союз дистанцировался от всего мира внешнего, да. Ни к чему хорошему это не привело. Когда такой гигант, как СССР это делал, и то мы видим, что это тупиковая ветвь. Когда это делают малышки мини-страны, да, то есть с небольшой численностью населения, абсолютно нормально отношусь к жителям этих стран, то это вообще политика на разрушение. Они теряют колоссальные деньги, на что они будут жить, да. Но ведь в любом здравом смысле, даже в политической борьбе всегда стоят экономические интересы. Мы можем бороться политически, иметь какие-то разногласия. Мы же понимаем, что рано или поздно политики все равно договорятся, сядут за стол переговоров. Это нормальное стечение обстоятельств во все времена. Но когда сами же себе закрывают поток финансовых средств, какое количество белорусов ехало, какие транзиты шли через эти страны, да, Литва, Латвия, через Польшу в том числе. Ведь Беларусь это транзитная страна. С России, с других стран, там, Средней Азии и так дальше. Вы сейчас закрываете потоки, вы сейчас такое количество километровой, десятки километровых фур. Вы закрываете вообще въезд легкового транспорта, это как называется? Это называется, ну, вот утром проснулся, где-то что-то зачесалось, я решил, вот, а давайте мы сделаем так. Тем более, что я более чем уверен, что это просто вот хотелка лидеров этих стран для того, чтобы показать перед своими хозяевами, что, о, мы придумали еще что-то. Ну, это настолько не здравомысленно, что это, уже, знаете, такое пограничное состояние. Ну, наш ход, ход Беларуси, конечно же, действительно выигрышный. Вот что граждане, которые к нам приедут, я уверен, что будут расти цифры, да, потому что количество стран, еще раз повторюсь, достаточно серьезное. Что граждане? Практически все страны Европы, понимаете? Ведь вспомните, давно уже, когда впервые водились безвизы для ряда стран, да, там, ближние и дальние дуги, мы тоже смотрели тенденцию, да. Она сначала была такая нарастающая небольшая, потом это получилась лавиной, когда люди начали ездить, смотреть. Тем более, ты проезжаешь сюда 30 дней, за 30 дней, до 30 дней можно объездить всю страну, отдохнуть везде и всюду, напитаться колоритом, любовью, добротой и уехать себе обратно. Сейчас абсолютно правильно взвешенная политика Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, да, и очень здорово, что Александр Григорьевич поддержал эту инициативу. Пожалуйста, люди, обычные люди, граждане, приезжайте к других странам, мы открыты для всех, мы открыты для всех. Тем более, что здесь уже и Франция, и Германия, и Австрия, и Англия. Приезжайте, приезжайте, я уже не говорю про те страны, которые ближе находятся. Приезжайте, смотрите, как мы живем, да, у каждого есть в той или иной стране родственники, друзья, они могут приезжать сюда. Просто туристы, приезжайте, у нас достаточно красиво, мы же с вами знаем, насколько красивая и цветущая Беларусь. И когда люди будут приезжать из этих стран к нам, видя, может быть, даже с каким-нибудь экстремальным туризмом к нам приедут, для того, чтобы увидеть, там, последствия, жестокие последствия Советского Союза, разваленные, там, дома, там, 80-х годов, да, там, ну, вот как в Латвию, когда мы приезжаем, там, иногда мы это можем наблюдать. В общем, уедут по поводу страшилок, которые гуляют вокруг нашей страны. Да, то, когда они приедут потом туда, к себе, и начнут рассказывать, что же здесь на самом деле, то это будет, конечно, ну, когнитивный диссонанс, я бы так сказал. Ну, то есть, по идее, по большому счету, вот те люди, которые к нам приедут, должны увести объективную такую историю, объективное мнение о нашей стране и распространить, опять же, да, это тоже же работает сарафанное радио, да, то есть приезжает какое-то количество людей. Это, во-первых, да, увезут частичку нашего, как мы говорим, культурного кода, увезут теплоту, доброту, но еще, я думаю, увезут не один чемодан продуктов, которое эко-настоящий, которое мы каждый день едим, и которое, вы знаете, в европейских странах либо недоступно, либо стоят очень большие деньги. Поэтому, я думаю, здесь вот все, что возможно, они все увидят, все попробуют и всем насладятся. Ну, и вот завершая эту тему, все-таки запрет, который вводят страны Евросоюза, которые соседуют с нашей страной по поводу ограничений. Как вы считаете, вот граждане этих стран оценят, оценят ли такой вообще поступок, такое решение? Нет, конечно. Ну, оценят, только негативно. Вся ситуация в том, что когда, вы помните, не так давно, когда делали препоны в ограничении въезда там с Польши, Литва, для своих граждан, да, это тоже вызывало у них ряд нареканий, и все равно люди продолжают ездить. Все равно приезжают для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы купить продукты, для того, чтобы пообщаться со своими друзьями, родственниками. Поэтому, конечно, вот эти препоны, ведь люди все здравомыслящие, все люди прекрасно понимают, что это политика вот какой-то маленькой, но очень ядовитой части политического общества этих стран, которая в угоду непонятно кому, да. Знаете, такое, после меня хоть потоп, да. Вот политики карфагена настоящего, да, вот которые вот, меня должны, я же никчемный, поэтому меня как должны запомнить? Тем, что я вот еще больше натворил. Поэтому здесь, я думаю, что ряд, значительный ряд неодобрения той политики, которая сейчас проводится, в том числе и в отношении посещения соседских стран, Беларуси в том числе, я думаю, что найдет ряд отрицательных отликов среди своего населения. Ну что ж, спасибо огромное, продолжаем двигаться дальше. Следующая тема, тема связана с ситуацией в нашей стране, конечно же, ликвидация последствий грозового фронта обсуждается очень активно. Мы видим, что и наши оппоненты пытались, да, воспользоваться, скажем так, ситуацией, и какие-то шпильки, да, в наше белорусское общество вонзить не получилось, потому что на личном контроле главы государства все вопросы, которые связаны с ликвидацией последствий стихии. Вот мы видим, что на данном этапе и состоялась рабочая поездка главы администрации президента Дмитрия Крутого в Гомельскую область, продолжилась в Мозырском районе. Один, это, кстати, из наиболее пострадавших от стихии. Вот в центре внимания, опять же, да, чтобы быстрее людям, скажем так, обеспечить нормальные условия быта, что показывает наша страна? Вот такая слаженная, четкая, быстрая работа, да, ведь это же тоже доказательство рабочей системы государственной власти, да, то есть то, что мы можем это делать, то, что мы делаем это быстро, когда боремся со стихиями. Вы знаете, ну, я бы такой посыл практически в космос бы сделал, да, провел бы параллель. Помните наводнение в Орландо, когда президент просто собрался и уехал, да, две недели люди были представлены сами себе и к чему это привело. И то, что случилось у нас, в первые же минуты президент был в курсе, держал на контроле, потому что по-другому быть не должно. Это гарант безопасности нашей страны. И вы знаете, вот я всегда говорил и буду повторять, наш президент своих не бросает. И вы знаете, я вот слушал тоже интервью с мазычанами, потому что больше всего пострадали, конечно, они, более того, они там без воды, без света находились практически двое суток, да, потому что, ну, масштаб катастрофы такого не было ни разу в истории Белоруссии. Вот, вместе с тем все службы, которые там были, буквально сразу же с колес подачи воды, привоз генераторов, да, покупали все и вся генераторы для того, чтобы не просто обеспечить там какие-то учреждения, предприятия, нет. В первую очередь, что стояло и стоит на контроле? Обеспечение многодетных семей, подачей воды, это понятно, подачей электроэнергии, поэтому генераторы ставили. Тех инвалидов, которые находятся дома на вспомогательном дыхании в том числе, и просто зависимые, энергозависимые люди, и просто обычные граждане. И вот в одном из интервью понятно, что люди шли с водой, когда централизованно привозили, и брали интервью, пожилая женщина, знаете, так улыбаясь, вот мне всегда нравится позитив наших белорусов, да, беда есть беда, да, мы собрались, консолидировались и все, но она сказала, ну, подумаешь, стихия, да, конечно, есть проблемы, но нас же ж никто не бросает, понимаете? Вот это вот люди транслируют всегда, нас не бросят, поэтому да, придется подождать, да, придется подождать, но президент поставил жесткую задачу сутки. Я понимаю, насколько тяжело прежде всего министерство по чрезвычайным ситуациям, другим структурам, которые включились, включился практически весь мир, все полностью помогают, вся Беларусь, и мы видим результаты. Мозырь уже со светом, мозырь уже с водой, и в том числе остальные экстренные службы все полностью работают, да, ликвидировали уже, восстановили все необходимое, но сейчас, конечно, будет плановая работа по расчистке опять же завалов, лесов, да, конечно, очень жалко, что такое количество лесов мы потеряли, ну, ничего страшного, потихоньку, день леса у нас каждый год, слава богу, будем отсаживать новые деревья, новые леса для того, чтобы Беларусь оставалась зеленой. Ну, еще в центре внимания сохранность урожая зерновых и вот качество работы сельхозорганизации в целом, то есть все равно, видите, такая работа идет по нескольким направлениям, да, понятно, стихи, то есть вот Беларусь как-то взвешенно, спокойно решать вопросы, вот я потом, кстати, наверное, вернусь из ситуации, которая была с беженцами, когда тоже, опять же, спокойно, взвешенно, четко, организованно мы решили, но вот что доказывает, то, что несколько направлений можем рассматривать, нет суеты, нет паники, это вот, опять же, запас прочности нашего государства? Да, да, конечно, запас прочности раз, и во-вторых, четкая, слаженная командная работа, министерств, ведомств и общественных объединений, просто граждан, вот и все. Мы все четко, прекрасно понимаем, что, ну, паника всегда присутствует, да, когда, я понимаю, что когда ты видишь масштаб разрушений, даже просто люди, которые выходят и видят сорванные крыши, сломанные деревья, там леса нет практически, конечно, возникает и паника в том числе, и неопределенность, и непонятность, но когда к тебе буквально в течение часа приезжают службы, а первыми приезжает Министерство по чрезвычайной ситуации для того, чтобы оценить размеры масштаба, катастрофы и всего, когда люди видят, что уже приехали специалисты, которые осматривают, которые смотрят, которые оценивают, все, паника даже не возникает, потому что, понимаете, да, тяжело, когда приходят, подворовый обход делают, спрашивают, что необходимо, что как и где, все, человек понимает, я защищен, государство включилось, оно мне поможет, да, надо подождать, все прекрасно понимаем, тем, кому надо вне очереди, получат помощь вне очереди, в первую, значит, в первую очередь, остальные потихоньку, по мере ликвидации стихийных последствий, катастроф, катаклизмов, будут получать эту помощь, вот и все, когда есть слаженная работа, паники нет априори. Да, ну и Белорусский Красный Крест тоже, я знаю, что... Да, мы тоже подключились, но мы подключились просто как помощники, нам дана тоже определенная задача, мы занимались поисками генераторов, приобретением, да, обычных бытовых генераторов для того, чтобы обеспечить определенную категорию граждан, подвоза питьевой воды в том числе, поэтому, конечно, и не только Красный Крест, но и другие общественные объединения, без исключения все, включены в этот режим работы для того, чтобы помочь быстрее ликвидировать стихию. Сядь, вот опять же, возвращаясь к теме беженцев, тоже достаточно страшная история, она продолжается, вот, ну, опять же, постоянно приходят новости о том, что пограничные наряды, вот, ну, там, вблизи латвийского пограничного заграждения на Белорусской территории опять обнаружили мужчину с признаками физического насилия. Гражданин Афганистана рассказал, что накануне ночью латвийские силовики сильно избили, вытолкнули на Белорусскую территорию. Что происходит вот на данном этапе с проблемой беженцев? Решается ли она и решится ли? Вы знаете, все равно, конечно, будут люди, которые бегут от войны, бегут от тех преследований, которые есть у них в странах, для того, чтобы попасть в Европу, тем более, когда Европа сама пригласила. Ведь до сих пор никто из политиков не сказал, уважаемые жители Востока, к нам не приезжайте, мы вас не ждем. Никто же не сказал. Значит, приглашение остается в силе. Значит, поэтому люди пытаются попасть в Европу для того, чтобы вдохнуть глоток настоящей истинной свободы, демократии, да, и всего остального. Но люди решили, они поэтому туда и едут. И поэтому, конечно, они прибывают к нам абсолютно на законных основаниях. Вопросов здесь никаких нет. Мы же не можем отследить, безусловно, каждого гражданина, что он будет делать, посещать культурные мероприятия, либо потом пойдет для того, чтобы пересечь границу. Но в любом случае, понимаете, когда закрыта граница, когда уже сделана чуть ли не демаркационная зона с европейской стороны, то есть это говорит о чем? Что на этой территории, по большому счету, можно творить с мигрантами все, что ты хочешь, и никто об этом не узнает, потому что, естественно, в эту зону ни общественным организациям, ни Красному Кресту сопредельных государств, ни еще каким-то правозащитникам входа нет. Поэтому эти бедные мигранты, они на самом деле порой рискуют своими жизнями, потому что избивают практически до полусмерти. И хорошо, когда вовремя находят наши пограничники, доставляют в учреждения здравоохранения для того, чтобы людям экстренно оказать медицинскую помощь. Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, короткий выпуск новостей, прогноз погоды, а дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. 9.32 минуты в Беларуси. Это только шоу-будни. Продолжаем здесь, в этой студии обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Дмитрий Шельцов. Дмитрий Евгеньевич, тема, которая касается безопасности нашей страны. Варшава 1 августа начнет новое военное учение. Безопасная подляшина границы с нашей страной. В рамках приграничной операции к тому времени Польша увеличит свой военный приграничный контингент до 17 тысяч человек. 8 тысяч военных притянут непосредственно к границе с Беларусью. Еще 9 тысяч будут в резерве. Что происходит? Потому что мы видим, что уже даже и, скажем так, граждане Польши недовольны этими учениями, но, понятно, их никто спрашивать не будет. Для чего нужны вот эти игры и демонстрация военных возможностей? Ну, вы знаете, мы же должны реально смотреть на вещи. Эти страны реально отрабатывают попытки нападения на Беларусь. Давайте говорить, как оно есть на самом деле. И если бы не сильный президент, если бы не поддержка Российской Федерации, если бы не то вооружение, которое мы имеем, в том числе и ядерное, я думаю, что их бы планы давно уже реализовались. Мы бы втянуты были бы однозначно в эту конфронтацию, и мы видим, что ни с того ни с сего Украина, которая вдруг сняла войска, бронетехнику и выдвинула к северным границам, то есть границы с Республикой Беларусь, и практически там достаточно близко к границе подвела. С какой целью? И потом параллельно начинается еще и отработка учений со стороны НАТО. Опять же у наших границ. Для чего? Проверить, струхнем или нет, дрогнем или нет, что мы будем делать, как мы себя будем вести. Конечно, здесь надо отдать должное нашему силовому блоку, да, и низко поклониться, потому что мы прекрасно понимаем, что мы живем свободно, мы живем защищенно, только благодаря тому, что они не спят. Это те ведомства, те сотрудники, которые денно и ношно делают все для того, чтобы отодвинуть угрозу от Республики Беларусь. Не получилось, какой-то план определенный был выполнен, либо, может быть, наоборот, не выполнен. Войска украинские ушли. После этого президент сказал, все, снимаем напряженность и с нашей стороны. Сейчас мы видим, что пошла новая волна, наши соседи-поляки развернули непонятное учение, да, там мало, мало там войск, надо еще 17 тысяч, да, ну возьмите еще миллион туда приприте, да. Пусть они, как саранча, поедают всю экономику Польши, да. Мы же прекрасно понимаем, с чем это сопряжено, в том числе и с экологическими проблемами со стороны того государства, на котором находится такое большое количество войск, бронетехники и всего остального. Хотите? Пожалуйста, упражняйтесь. Кстати, вот то, что касается мирных инициатив, все-таки, ну, вы знаете, как-то, я думаю, многие вздохнули с облегчением, когда и глава государства, да, вот опять же заявил о том, что, скажем так, вот с украинской стороной снята напряженность. Да и, в принципе, мы видим, что появляется уже информация о том, что Украина планирует завершить конфликт с Россией путем переговоров. Мы прекрасно понимаем, что не просто так в информационном поле появляются эти, скажем так, вбросы, в том числе и в западных средствах масса информации. Что происходит? Ну, есть какой-то лучик надежды, что все-таки здравомыслие где-то уже начинает переговоров? Вы знаете, очень здорово, очень здорово. Я, честно говоря, очень рад, дай бог, чтобы получились вот эти переговоры, потому что уже сам Зеленский сказал о том, что мы планируем новый раунд переговоров с участием Российской Федерации, да, с учетом их мнений. Пока сами-то не раунд. Да, уже никто не говорит, что мы должны там к границам 91-го года, там, или до нашей эры какого-то там возвращаться. Нет. Просто мирное урегулирование. Понимаете, люди устали. Устали все. Устали воевать, устали видеть, насколько это бессмысленно абсолютно. И, ну, я понимаю, насколько сейчас неприемлем и неприятен тот политический курс, который сейчас проводит Украина со стороны жителей Украины, да, когда люди не могут мужского пола выйти на улицу и быть уверенными, что не вернутся домой, потому что их могут схватить. Какое количество случаев прообразов Керенского, когда люди переодеваются в женские платья для того, чтобы не быть идентифицированы. Ну, это уже где-то абсурд. Но, с другой стороны, если люди так делают, они на самом деле боятся прежде всего за свою безопасность. И не со стороны другого государства, а со стороны политики собственного государства, да. То есть люди запуганы, люди живут, ну, не зная, что будет завтра. Вот эта вот ситуация, конечно, она является критической. Вот. И поэтому, конечно, уже настала пора все-таки здравомыслием заниматься, а не идти на поводу у кого-то. Потому что, ну, вот эти лозунги, которые в самом начале войны до последнего украинца трактовались, ну, мы видим, что это реализуются, эти планы. И если Украина не хочет потерять полную независимость, полную независимость и полный суверенитет, они должны как можно быстрее садиться за стол переговоров. Потому что я могу предположить, что если так будет продолжаться еще хотя бы год-два, то Украина как самостоятельное государство может перестать существовать. Его разорвут гиены западные. Мы даже представляем, какие страны для того, чтобы получить любой клочок земли, потому что каждое государство понимает, что когда оно принимает население, территории, это плюсом. И мы же прекрасно знаем, что есть страны, которые давно, с самого начала этого конфликта, вынашивают идеи захвата, да, уже рисуют на своих чуть ли не картах географических, которые в школах преподают, с присоединенными территориями, западными территориями украинской земли. Поэтому надо немедленно садиться за стол переговоров, находить точки компромисса и спокойно выходить из этой ситуации. Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема в информационном поле начинает активно обсуждаться. Суд Европейского Союза сообщил о нарушениях Еврокомиссии при закупке вакцин. Уж сколько клевали Беларусь в отношении своего пути в борьбе с коронавирусом. Вот что происходит? Уже, опять же, госпожа Урсула фон дер Ляйен тоже появляется. Напомню, что против нее там началось расследование. Обвиняли ее в коррупции в связи с тем, что она в частной переписке ввела переговоры главой фармацевтической компании, очень известной о закупке вакцин для Европейского Союза. Что происходит? Правда, как-то потихоньку наружу, либо же нет. Вы знаете, против Урсулы фон дер Ляйен уже давно ходят вопросы. И я думаю, что если бы это было несколько раньше, когда европейский мир не сошел с ума, ну, в переносном смысле, да, или это если бы было где-то в какой-то другой цивилизованной стране, уже давным-давно бы закончилось уголовное дело. Не открылось, а уже бы закончилось бы давным-давно. Потому что мы все прекрасно понимаем, что налицо грубейшее нарушение, коррупционное проявление в том числе, когда Европейская комиссия суду заявляет, что переговоры, запись переговоров не сохранена, предоставляют не в полном объеме документы, то есть документы являются недостоверными, потому что предоставляются не в полном объеме, потому что они якобы закрывают коммерческую тайну. Какую коммерческую тайну, извините, отсюда вы планируете закрыть? Суд должен как раз-таки разобраться, что это за коммерческая тайна, в результате которой на 2,7 или более чем на 2,7 миллиарда было поставлено вакцин, и здесь высший чиновник Европейского Союза замешан, который не только с известной компанией, а там целый ряд известных компаний, с которыми она вела переговоры, да. Поэтому здесь налицо круговая порука, здесь налицо, знаете, это другое. Вот это другое, оно уже не улыбает, оно уже настолько настораживает, что люди оторваны от реалий этой жизни, они уже давно в космосе, и это крайне опасное явление. И внутри Европейского Союза необходимо как можно быстрее решать вот эти проблемы, когда это другое, понимаете? Ну, это ужасная ситуация. Ну что ж, спасибо огромное. Ну и, конечно же, не могу не задать вопрос, который касается вашей активной деятельности. Хотел бы спросить, чем сейчас, какие проекты ведет Белорусский Красный Крест? Вот, может, есть какие-то моменты, которыми можно похвастаться? Так сказать, есть возможность. Вы знаете, ну да, конечно, хочется похвастаться. Мы не так давно подвели итоги работы Белорусского Красного Креста за первое полугодие. Я хочу сказать, что те финансовые планы, которые мы ставили на 2024 год по консолидации денежных средств, для того, чтобы мы могли спокойно выполнять те взятые на себя обязательства, чтобы те проекты, которые постоянно Красный Крест ведет в отношении наших белорусов, ритмично работали. Я хочу сказать, что мы их, в принципе, выполнили уже фактически за шесть месяцев. Поэтому задел у нас очень большой. Я думаю, что, как я и говорил в начале года, мы не только не снизим объемы, но и будем стараться нарастить. Теперь и я, и мои коллеги видим, что это абсолютно реально. Вот, вместе с тем мы продолжаем участвовать во всевозможных работах для того, чтобы помогать нашим благополучателям, которые нуждаются в помощи. Сейчас вот мы в августе месяце, в середине августа месяца готовим очень крупное учение для команды реагирования вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Будем отрабатывать все возможные сценарии, вот, с привлечением в том числе и российского Красного Креста. Вот мы ждем от них информации. Вот, поэтому это такие вот большие, очень знаковые проекты. Ну и еще вместе с палатой представителей мы включились в работу. То есть я тут уже, в принципе, можно сказать, в двух ипостасях, как и депутаты, как генеральный секретарь Белорусского Красного Креста. Проводим такую достаточно большую работу для того, чтобы на осень выйти на круглый стол по обсуждению вопросов волонтерства и возможном включении этого вопроса в дальнейшем в повестку работы парламента, потому что мы понимаем, что это очень важный аспект. Мы здесь привлекаем и Белорусский союз молодежи, мы привлекаем православную церковь, мы привлекаем большое количество различных министерств, в том числе для того, чтобы обсуждать этот вопрос, в том числе министерства по чрезвычайным ситуациям, образования, труда и защиты, и других в том числе, для того, чтобы комплексно подойти к этому вопросу, потому что мы понимаем, что, во-первых, волонтерство — это очень важный аспект, когда речь идет о каких-то серьезных техногенных природных катаклизмах, да, миграционных кризисах, когда здесь и сейчас надо большое количество людей, которые будут помогать ведомствам справляться с теми или иными задачами, но и самый главный посыл, я всегда об этом говорю, если мы хотим не декларировать, а говорить о воспитании среди молодежи, школьников, студенческой молодежи, рабочей молодежи, патриотического зерна, да, взращивания патриотизма в их сердцах, то как раз-таки это можно и нужно делать именно через милосердие, потому что когда ребенок, подросток заботится о ближнем, когда он пропитывается тем, что помогая кому-то, я помогаю себе, а эта отдача чувствуется сразу, потому что когда ты помогаешь человеку, он тебе говорит спасибо большое, обнимает тебя, то вот эти люди и становятся настоящими патриотами своей страны. Ну что ж, спасибо огромное за завершение. Еще одна тема на данном этапе, действительно, 30-летие института президентства. Вот наша страна прошла достаточно серьезный путь, суверенный путь Беларуси, и вот хотел бы спросить, вот за эти 30 лет, вот опять же, развития здравоохранения, то, что касается доступной, качественной медпомощи, какой путь прошла наша страна, наше государство? Вы знаете, сейчас я подумаю, как правильно сказать, идя вперед, не растеряя то, что у нас было, то, что нам досталось. Если брать систему здравоохранения, то мы, наверное, единственная страна, которая сохранила то лучшее, что было в системе здравоохранения Советского Союза, Симашкинской системы здравоохранения, которая во всем мире считалась самой лучшей, самой передовой. Конечно, мы эту систему трансформировали, ставили на современные рельсы, в том числе, и в связи с ростом требований к высоким технологиям, да, когда мы создали четырехуровневую систему здравоохранения, когда мы работаем по пути информатизации, оснащения современным, ультрасовременным оборудованием, когда мы говорим, что смежные специальности, которые раньше никакого отношения к медицине не имели, химия, физика, биология, сейчас является встроенный уже вот этот вот код здравоохранения, да, нашей нашей страны. И эти специальности уже биолог, медик, химик, физик, биолог, которые вместе работают, да, и выполняют одни и те же задачи, это уже норма. Поэтому наша система на самом деле здравоохранения считается одной из лучших передовых систем здравоохранения в мире, несмотря на то, что наша страна не такая большая, всего лишь около 10 миллионов населения, но нам есть чем хвастаться, хвалиться, гордиться и развиваться не только в системе здравоохранения, но и, я думаю, что, наверное, во всех сферах. А вот какова роль президента? Потому что мы видим, что, опять же, начинали с того, что все под личным контролем президента, ведь это тоже достаточно серьезный вклад главы государства. Вот опять же, то, что касается здравоохранения, то, что касается, опять же, доступности, вот я повторю это слово, потому что оно действительно очень важное, медпомощи в нашей стране всегда глава государства уделяло этому очень пристальное внимание. Вы знаете, ну, роль оценить очень сложно, очень сложно. Наш президент надолго будет вписан не только в историю создания независимого государства Республики Беларусь, но и вообще в мировую историю, как изучение опыта, работы и жизни под теми санкциями, которые практически с первых дней. Мы единственная первая страна, которая столкнулись с такими беспрецедентными санкциями в отношении нас. И то, что наш президент не дал растерять экономику, не дал пойти по пути приватизации, хотя мы видели, как гигантские страны, наши соседки выполняли это. Вы понимаете, у нас же не было ни ваучеров, у нас же не было таких огромнейших пирамид, которые там были в других странах, да, потому что это на корню пресекалось. Даже если пыталось у нас что-то создаваться, оно лопалось, как мыльный пузырь, мы все видели, насколько это пагубная вещь, и люди привлекались к ответственности. У нас нет олигархов, мы понимаем, что у нас нет разрыва между одним классом и другим классом. И у нас средний класс живет на самом деле достаточно, потому что у нас есть грант, который, во-первых, смотрит за экономическим развитием, он не дает каких-то там прихватизаций, как мы говорим, да, он развивает аграрно-промышленный комплекс. Посмотрите, как с нас всегда смеялись. Европейские страны, да, Литва, Латвия, Эстония, другие страны, о том, что вы делаете, какое сельское хозяйство. Посмотрите, вот есть, которые нам поставляют. К чему-то сейчас привело. Уничтожено свое сельское хозяйство, ведь это же стратегический запас, да. Поэтому, ну, тут можно очень долго говорить, поэтому вклад, конечно, неоценим. И нам вот на самом деле повезло, в нашей стране на самом деле живет Бог, потому что он дал нам такого крепкого политика, такого крепкого президента и берегает до сих пор нашу страну. Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и слушайте в эфире Альфа-радио 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Платы представителей Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Шевцов. Спасибо огромное, Дмитрий Евгеньевич, за этот разговор. Ждем вас снова в буднях. Всем отличного дня и крепкого здоровья, нужно пожелать. И крепкого здоровья всем. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо.